Здравствуйте, ЭЗМ, как ночевали? Ну и слава Богу, с вами Василич. Сегодня будем варить кашицу гороховую на косточке, то есть ребрышки. Вот берем вот такой вот горох, я его предварительно до готовки на час помыл, залил водицей. Ну он впитал, также лук накрошил мелко и вот эту вот нашу морковку. Ну и специи наши будем ориентироваться. Берем и еще готовить я, вот первый раз буду готовить, не знаю, вот достал вот эту вот мультиварку. Вот попробуем, электронику освоим, как я готовлю руками на плите и как она будет готовить. Вроде бы закрыл, время выставил и будет она делать чудеса. Проверим, берем косточки, выкладываем, вот так вот, без масла, никакого масла, ничего. Одни ребрышки вот эти вот у нас, вот они мясные. Берем, берем, выкладываем, закрываем дно. Вот, выложили донышко, закрыли и я вот такой вот соли, чистая соль, как бы она идет засолочная, беру маленько, вот щепоточку, щепотеньку. И вот так вот на наши ребрышки, сверху вот мясо, на мясо мы чуть-чуть добавим. Добавим. Дальше. Берем, вот, начищенный лучок с морковочкой и будем сверху выкладывать. Как бы, если между ребрами есть у нас просвет, то мы в этот просвет будем, когда крупу ложить, чтобы у нас крупа на донышко не попала и не подгорала. Ну, мои такие рассуждения, не знаю, как вы можете подсказать. Это решение хорошее будет. И вот так вот выкладываем, распределяем. Морковочку, лучок. Вот, распределили. Теперь берем еще сверху лука с морковочкой, приправки. Вот так вот распределяем. Дальше, ну, поперчим, как без этого. Поперчим, смотрите, на свое усмотрение. Вот так. Теперь, вот, горох берем и выкладываем горох сверху. Вот, распределили горох, горох, и берем, сейчас выливаем сюда водички. Смотрим. Вот, наша задача, чтобы прикрыло горох. Вот. Где-то 650 миллилитров я вылил. Ну, еще я добавлю, где-то 350 грамм, наверное, добавим. Ой, миллилитров, это самое, водицы. Ну, сделаем, как два пальца рис, когда готовим. Потому что будет развариваться, вот, наша каша. Так я поступлю. И несем, ставим ее в мультиварку. Вот такое табло, светится, зарядили ее на один час. Вот. Почему на один час? Потому что у нас косточками, то есть, ребрышки вот эти вот, чтобы мясо поготовилось. Так, варка каш, написано 50 минут. Вот, там и мясо 50. Только рулька вот эта вот готовится, 4 часа там ставится. Ну, у нас не рулька, у нас костная горошница. Ну, вот, прошел час, автоматически отключилась. Давайте, осторожно, пар. О, у нас получилось, сейчас посмотрим. Вот. С косточками. Ну, вот, наложил я, ребрышки получились с горохом. Ну, горох, вот, своеобразные разварки. Надо, в следующий раз будет, водички никак в это самое ложишь, когда рис варишь, плов. А 650, как рекомендует эта машина. Ну, к этой, ну, к этой каше, можно сказать, я вот порезал помидорок, вот так вот подсолим, маленько. Вот, и помидорки, самые все витамины. Вот так. Попробую, горячее. Мягко. По приправам, по соли, пойдет. Нормально. Вот, берем и. Ммм. Буся, ты тоже хочешь? Мм? Убежала. Просит. Ммм. Преимущество такое, что за этот час можно произвести, сделать много работы. Вот. Ну, и бежать, не перемешивать. Культурно заниматься своими вопросами. Чудо-петька эта, скороварка. Сама сготовит. Ну, понравилось мне, не знаю. Будем пробовать, где какие блюда на ней частично. Ммм. Ну, хочу, что сказать. Записывайтесь на YouTube. Бородатые рецепты Васильича. Будем продолжать дальше. Снимать приготовление блюд салатов. Пока-пока. 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 Продолжение следует...